Новости на телеканале НЕКОПЛЮС. В студии Светлана Воробьёва. Здравствуйте. И сегодня в нашем выпуске. Самолёты приедут, а мы же стоим и оперируем. Как началась та страшная война. 22 июня в России день скорби. Квартира Петрозаводчан начинается поэтапная подача горячей воды. 30 тысяч зрителей, 40 музыкантов-участников, 200 волонтёров и 600 человек охраны. Так Петрозаводск отдыхал на воздухе. Сегодня 22 июня, 68-я годовщина начала Великой Отечественной войны. По всей России вспоминают эту скорбную дату, как это было и в Петрозаводске, расскажет Оксана Мересёва. Каждый год со слезами на глазах Елена Прокофьевна приходит к Вечному огню, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне. Тех, кого сама, будучи медсестрой, уже не могла спасти после ранения. Нас так бомбил с 9 часов и до 5 часов вечера. Три самолёта прилетит, пробомбит, пробомит, а мы же стоим и оперируем. Мы только положили больного на операционный стол оперировать. Как начал бомбить, так стёкла все полетели. Скорбную дату сегодня отмечают по всей стране. День, когда 68 лет назад на людей внезапно обрушилось страшное известие о наступлении немецких войск. Полковник в отставке, прошедший всю войну, говорит, что страшнее было потом, на фронте, как не потерять веру в победу. У нас было убеждение, что мы всё равно разобьём немца. Победа будет за нами. Это вот такая уверенность, она прошла со мной всю войну. Победили, но при этом война унесла огромное количество жизней и отбросила нашу страну значительно. Нам пришлось старшему поколению восстанавливать страну в очень тяжёлых условиях. Молодёжь, сегодняшние люди должны об этом помнить и никогда не допустить войны. После официальной церемонии о трагической дате в истории нашей Родины и появлении этого памятника рассказывали совсем юным петрозаводчанам. Сюда, к могиле неизвестного солдата, сегодня весь день продолжали идти горожане. В память о подвиге миллионов наших воинов. По итогам первых пяти месяцев этого года индекс производства в Карелии составил 85,8%. Для сравнения, по северо-западу эта цифра ещё меньше – 85,2%. Наша республика по всем видам экономической деятельности обгоняет Волокду, Санкт-Петербург и Калининград. Об этом на заседании антикризисной комиссии сообщил премьер-министр правительства Павел Чернов и тут же заметил, а неплохо было бы выйти на уровень прошлого года. Министры докладывали об успехах в борьбе с безработицей и неуспехах в выплате зарплаты. Илон Румянцева продолжит тему. Министр труда Гиви Карапетов еженедельно собирает данные по Карелии, как сводку с фронтов. Безработица в республике постепенно отступает. 6 651 житель Карелии нашёл работу при помощи службы занятости в этом году. Сегодня под угрозой сокращения около 5 тысяч человек. Удалось большое количество людей направить на общественные работы, организовать уже самозанятость, трудоустроить. Удалось значительно снизить количество безработных от 14 800 до 12 157 человек. И сегодня уровень безработицы, если точно, то 3,16. Из минусов говорили о росте задолженности по зарплате. Сегодня сумма составляет 23 миллиона 135 тысяч рублей. Тяжёлая ситуация сложилась на пяти лесных предприятиях. Сейчас с ними разбирается правительственная комиссия. По Ауру в Орлензаводу действительно там сложная картина. Есть долг по заработоплате в размере около 3,4 миллионов рублей. И в рамках процедуры наблюдения и тех, того опыта, который был приобретён при взаимодействии с заводом «Пегас» по возврату заработной платы, мы надеемся произвести все необходимые действия. Также под контролем держат Кемский и Ладожский лесопильные заводы, Южкозерский леспромхоз и Ильинский лесозавод, который уже вновь запущен после простоя, правда в одну смену. И там уже погашена задолженность по зарплате. Министры заявили, что ищут инвесторов, которые бы смогли возродить производство на предприятиях, которые, по словам Юрьева, морально и физически устарели. Чтобы в самое ближайшее время в Петрозаводске успеть отремонтировать как можно больше дорог, необходимо внести соответствующие изменения в городской бюджет. Председатель Карельского парламента Николай Левин обратился к Горсовету с предложением решить этот вопрос на внеочередной сессии. Сегодня он встретился с депутатами Петросовета. На сегодняшнее совещание члены фракции «Единая Россия» собрались оперативно. Все дело в том, что внести изменения в городской бюджет нужно как можно скорее. Сейчас летний сезон, поэтому чем быстрее дорожники приступят к работам, тем лучше. Именно как результат консолидации всех политических сил, не дожидаясь 5 июля, будут уже первые суммы, порядка 100 миллионов рублей, приходят из республиканского бюджета в виде субсидий, которые мы принимаем в городской бюджет. И сразу же проводим конкурс непосредственно на проведение ремонтных работ по дорогам. Также на подходе льготный федеральный кредит для города, а это больше 160 миллионов рублей. И вы должны принять решение, уважаемый депутат, очень вас прошу, решение о разрешении администрации города по оформлению кредита на сумму 163 миллиона рублей под очень льготную ставку 4% годовых на 3 года. Для того, чтобы вся сумма в этом году потрачена на дороге была не менее 270 миллионов рублей. Вкупе эти деньги позволят заасфальтировать основные трассы всех микрорайонов города. Внеочередная сессия Петросовета, где главным вопросом повестки дня станет ремонт городских дорог, состоится в этот четверг. Горячую воду в квартиры петрозаводчан начнут подавать с завтрашнего дня. Об этом сегодня официально сообщила пресс-служба Петрозаводских коммунальных систем. Поэтапно в течение вторника горячее водоснабжение всех микрорайонов города войдет в рабочий режим, обещают в ПКС. Коммунальщики вышли на последний этап устранения повреждений, выявленных в ходе опрессовки. Сейчас работы еще ведутся в районе улиц Калинина, Красноармейской, Древлянки, а также на Октябрьском проспекте. В районе улицы Шотмана ремонт будут вести в ночное время. Как сообщил главный управляющий директор ПКС Александр Сафронов, горячая вода будет в установленные сроки у всех потребителей в жилых домах, предприятиях и учреждениях. Кроме тех, кто имеет долги перед ПКС за тепло. О том, как прошел пятый юбилейный фестиваль живой музыки «Воздух» расскажем сразу после короткой рекламы. Не переключайтесь, мы продолжим через две минуты. Компания «Ройл» Добро пожаловать в новый салон мебели «Версаль» на «Гоголя-29». Уникальная акция в дне открытия. Закажите мебель и выиграйте. Обеденный стол, вытяжку. Или незабываемую поездку в солнечный Египет от туристической компании «Пять звезд». Салон мебели «Версаль». Перемены с размахом. Идти вперед и добиваться успеха. Этой весной вместе с новой мужской коллекцией по ценам 2008 года. Аристократ. Высокое качество. Низкие цены. Наша позиция неизменна. Бюро путешествий «Хочу в отпуск». Крыша по небу летает, а на крыше летит дед. Новый центр открывает. О-о-о, Петрокомплект. Крыши разные бывают. Но я знаю много лет. Те, кто крыши понимает, Те летят в Петрокомплект. В топливных условиях. Самых экстремальных. С вашей личной кровлею. Было всё нормально. Петрокомплект – это надёжно. Да. Компания «Евроклимат». Система вентиляции и кондиционирования воздуха от бытового до промышленного назначения. Центральные пылесосы и установки очистки воздуха. Качественный монтаж и обслуживание. «Евроклимат». Создай свой климат. Вы смотрите новости на телеканале «Никоплёс». Спасибо, что остались с нами. Итак, пятый юбилейный фестиваль живой музыки «Воздух» состоялся. Крупнейшее региональное музыкальное событие за три дня собрало в Петрозаводске только по предварительным подсчётам не менее 30 тысяч зрителей. При этом, по информации милиционеров, ни одного серьёзного правонарушения на площадке фестиваля не произошло. В спокойствии охраняли 600 стражей порядка, а на поляне работало 200 волонтёров. Репортаж с фестиваля Ефима Ахченикова. На международном юбилейном фестивале «Воздух» зрителей приветствует почти 40 групп участников. Послушать их пришли несколько десятков тысяч зрителей. «Воздух» освещают 100 журналистов. Это крупнейший региональный фестиваль в нашей стране. Одним из первых на фестивальную поляну пришёл Дмитрий Лебягин. Больше всего он ждал выступления группы «Алиса». Коллектив потрясающий, энергетика сильнейшая. Я думаю, что сегодня будет потрясающее шоу. Дмитрий решил сделать Кинчеву подарок. Православному музыканту он приготовил редкую икону карельских святых. Перед встречей с кумиром заметно нервничал. Вообще отлично. Кинчев и его группа приехали на дорогих джипах. Но мимо поклонников не прошли, и мечта Димы сбылась. Праздники наши православные. Вот книга «История православия» и фильм «Амуромскому монастырю». Спасибо вам огромное, что приехали. Спасибо. 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 Выступление Кинчев начал с песни, написанной в Карелии. Потом признался, что не может без отдыха в нашей республике. Шестой год подряд приезжает сюда на рыбалку. Так было и в этот раз. Поймали 40 штук, из них 20 отпустили, потому что они маленькие. Я в «Онеге» рыбачу. «Онега» большая, я рыбачу на разных берегах. Отдых в Карелии предпочитает и бывший лидер «Наива» Александр Чача Иванов. На этот раз его пригласили в качестве ведущего фестиваля. Чача приехал с семьей. «Это Аврора Александровна, это Ли, ее мама, а я ее баба». Не во всех городах России проводятся такого сорта мероприятия. А вот в Петрозаводске, например, проводятся. Мне это важно. И я с удовольствием сюда приезжаю. За кулисами фестиваля среди знаменитостей было не протолкнуться. Светлана Сурганова, Михаил Козырев, группа «Брейнсторм». И это лишь часть списка. Занавес воздуха опустили его старые друзья – группа «Чаев». Хороший фестиваль, настоящий такой. Честный, искренний. Не забрендированный, не коммерциализированный. Хороший такой, хороший. На юбилейном воздухе юбилей отметил и Владимир Шахрин. Ему исполнилось 50 лет. Поэтому мы дарим ему пластинки малоизвестных групп «Битлз», «Пинг Флойд» и «Дипёбл». За пять лет проведения фестиваля воздух стал визитной карточкой Карелии. О нём говорят далеко за пределами нашей республики. На воздух поклонники настоящей музыки специально приезжают из разных концов света и ждут фестиваль на будущий год. И завтра ещё один репортаж о фестивале. А пока в этот день, в 1898 году, родился известный германский писатель Эрих Мария Ремарк. Его взросление пришлось на Первую мировую войну, в которой он даже получил ранение. Одно из самых известных произведений Ремарка, посвящённое войне, на Западном фронте без перемен. И почти все его сочинения так или иначе касались темы войны. За это в 1933 году нацисты, пришедшие к власти в Германии, запретили издавать его книги и даже жгли их на площадях. В Советском Союзе Ремарка почитали как одного из главных писателей антифашистов. И до сих пор в России его книги помнят и любят. И сегодня о прогноз погоды расскажет продавец его книг Ольга Константинова. «Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, Как я хочу к ним прижаться тебе губами». 23 июня ожидается небольшая облачность, без осадков. Атмосферное давление будет слабо расти. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью плюс 7-9, днем 20-22 градуса тепла. Читайте хорошие книги и смотрите Нику+. Далее в нашей программе рубрика «Знак вопроса», а также программа «Здоровье Карелии». О новости на сегодня все. Посмотреть их можно и в интернете по адресу nikadefismedia.ru. Добро пожаловать на наш сайт. Спасибо, что вы с нами и увидимся. Добрый вечер. В эфире «Знак вопроса». Программа о том, что на самом деле происходит в Петрозаводске. Последние несколько недель в городе проходила невидимая глазу, но бесспорно важная для Петрозаводска работа. Десятки людей вводили в специальную базу данных результаты анкетирования населения в рамках программы «Коммунальный паспорт». В эти дни кропотливый труд принес свои плоды. База данных готова и теперь содержит информацию о состоянии практически каждого Петрозаводского жилого дома, полученную непосредственно от его жильцов. Что это значит для нас с вами, простых граждан, живущих в Карельской столице? Кто и как будет использовать полученные в результате масштабного опроса данные? Впервые власти не побоялись услышать реальную информацию о состоянии жилищного фонда. Жилец дома – это вам не какой-нибудь инспектор из ЖЭКа. Ему не нужно отчитываться перед начальством и рапортовать о достижениях, которых нет. До того все делалось за нашими спинами, спускали сверху, вот вам то-то платить, вот вам то-то делать, а ничего не делается и никто не контролирует. Неприкрытая правда о том, в каких условиях на самом деле мы с вами живем и что новое послевыборная городская власть должна будет сделать в первую очередь. Так, более 60% опрошенных считают, что их дом требует капитального или частичного ремонта. Без малого 80% недовольны качеством дорог и тротуаров и практически каждый житель Петрозаводска уверен, что плата за коммунальные услуги не соответствует качеству этих самых услуг. И только 7% жителей считают, что их дом в хорошем состоянии. Только 7%. Но коммунальный паспорт – это не только сухие цифры статистики. Это еще и 7 тысяч конкретных предложений по каждому дому. Своего рода список заданий для городской администрации, управляющих компанией и ТСЖ. Отныне при планировании, например, капитальных ремонтов домов они смогут выбирать дома в первую очередь нуждающиеся в таком ремонте и для каждого из них уже будет готов список задач, требующих приоритетного решения. Отопление, электро- и водоснабжение, состояние подъезда, вывоз мусора – это только малая часть затронутых в коммунальном паспорте проблем. Объединенная комиссия по развитию Петрозаводска, придумав проект коммунального паспорта, фактически совершила переворот в системе анализа состояния ЖКХ, а значит и в системе ремонта и развития жилищно-коммунального хозяйства. Теперь сами жители создают для чиновников образ своего дома – честный и лишенный прикрас. Запах из подвала повесняет. Да, из подвала. Ходили уже туда, там что-то надо менять. Эту инициативу оценили не только рядовые петрозаводчане, но и большие московские начальники. 18 июня члены Совета Федерации познакомились с коммунальным паспортом на специально созданном круглом столе и остались довольны как самой идеей, так и ее успешной реализацией. Абсолютно правильно, своевременная инициатива, ее нужно поддерживать, так сказать, продвигать, паспорт нужно делать. Да, молодец Петрозаводска, молодцы руководства города, что это сделали, это очень хорошо. Участник круглого стола, спикер ЗАГС Собрания Карелии Николай Левин заявил, что коммунальный паспорт станет для него настольной книгой. Так или иначе, судьба коммунального паспорта и решения, которые будут или не будут приняты на его основе, находятся в руках самих горожан. Теперь жителям Петрозаводска предстоит пользоваться преимуществами адресного ремонта и точечного решения коммунальных проблем, а остальным жителям России пора готовиться к заполнению коммунальных паспортов их родных городов. На сегодня у меня все, до встречи! Например, фотоаппарат Сони всего за 5690 рублей. Центр платных медицинских услуг Республиканской больницы предлагает консультации врачей-специалистов, исследования всех систем и органов на новейшем оборудовании. Только точная диагностика и профессиональное лечение сделают вас здоровыми и счастливыми. Даром! Все украшения практически даром! Специально для выпускников. Скидки в салонах «Золотой овер». А вы готовы к выпускному? «Золотой овер» – блестящий выпуск. «Экспресс-автотур» – ежедневные рейсы в любой город Финляндии. Быстро, удобно, надежно. Хотите в Финляндию на работу, на отдых или в шоп-тур? Комфортабельные автобусы компании «Экспресс-автотур» к вашим услугам. Красивое белье – один из самых желанных подарков для женщины. Проблему выбора деликатного подарка поможет вам решить подарочный сертификат от магазина «Дива». Обладательница сертификата получает возможность выбрать то, что ей по вкусу. Салон «Дива» – такой подарок не останется без благодарности. Стоматологическая клиника «Ариком». Лечение зубов методом объемного пломбирования системой «Термофил». Щадящее отбеливание по технологии «Зум». Восстановление зубов по конструкционной методике за одно посещение. Все виды протезирования. Стоматологическая клиника «Ариком». Выборы главы Петрозаводского округа. Уважаемые избиратели, если вы не сможете проголосовать 5 июля 2009 года, вам предоставляется право досрочного голосования с 19 по 30 июня 2009 года в избирательной комиссии Петрозаводского городского округа. Проспект Ленина-2, кабинет 202. 1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная война. 22 июня мы вспоминаем всех погибших в этой войне. Молодая гвардия «Единой России» и Совет старшего поколения приглашают горожан отдать дань памяти павшим во имя мира. В 20 часов на набережной у Ротонды мы зажжем 1418 свечей памяти. На 20% увеличилось количество обращений жителей Карелии к психологам и психиатрам. Специалисты объясняют это мировым экономическим кризисом. И подобная тревожная ситуация по всей России. Об этой и многих других проблемах говорили на 15-й Всероссийской конференции психиатров. Каждая встреча проходит в новом субъекте Федерации. На этот раз она состоялась в Петрозаводске. Здесь главное, обсуждая проблемы внутри страны, учитывать мировые проблемы. Специалисты провели несколько параллельных дискуссий. Конференцию, пресс-конференцию и совещание. Под девизом «Сбережение народа – национальная идея». Вопросы демографии сегодня курирует президент страны и правительства. Задача специалистов – максимально улучшить качество психологической помощи. От этого зависит качество жизни россиян в целом. По данным 2007 года, суицид – одна из основных причин смертности в России и в Карелии в том числе. Люди заканчивают жизнь самоубийством чаще, чем гибнут в дорожно-транспортных происшествиях. Как видите, если онкология понятна всем, даже не специалистам, медикам, как очень серьезная проблема сохранения народа, то проблема неестественных причин, вроде бы оказавшаяся на том и на тех же уровнях потерь населения, оказывается под наименьшим вниманием, нежели первые два параметра. Однако психологическое здоровье без общего здоровья не существует. А наша республика имеет несколько особенностей. И одна из них – это отдаленность и малочисленность поселений. Зачастую там живет только старшие поколения и потребности, в том числе психологической и психотерапевтической помощи, неадекватной возможностям врачей. Именно с республиканских проблем начал свою речь на конференции заместитель министра здравоохранения и социального развития Карелии. Мы попытались в республике сохранить в основном принцип, традиционный принцип советского здравоохранения психиатрии. У нас остались на первичном уровне кабинеты психиатрической помощи. Специалисты, к сожалению, приходится констатировать, что не во всех районах имеются специалисты, но специалистами головных учреждений, это диспансера психоневрологического и психиатрической больницы, по графику выезжают специалисты и оказывают консультативную и всю необходимую организационно-методическую помощь докторам на местах. Провести конференцию в Петрозаводске решили по многим причинам. У вас есть чему поучиться, в один голос заявили приехавшие специалисты. Особенно их удивило то, как Карельскому Минздраву пришлось добиваться появления в республике новых эффективных препаратов. И тогда было принято решение, не совсем удовлетворяющее финансовые органы наши. Мы решили перейти на новые препараты, которые дороже, чем ранее применяемые. Но мы просчитали последствия от этих шагов и экономический эффект и доказали, что тем самым снижая среднюю длительность пребывания пациента, тем самым опережая развитие глубоких изменений психики, требующих стационарного лечения, мы экономим государственные средства, а не тратим их на лекарства, не изменяя саму помощь. Подобное новейшее лечение – большой плюс, отметили специалисты. Однако нахождение больных в медучреждениях должно постепенно сокращаться, как и количество коек. Во-первых, мы имеем пример Западной Европы, Соединенных Штатов, где этот процесс сокращения психиатрических коек и увеличения числа мест во внебольничных учреждениях с сохранением персонала уже имел место. И, кроме того, надо учитывать, что у нас в стране, да и во всем мире, бюджет, поскольку психиатрия – это не такая дорогостоящая высокотехнологическая специальность, бюджет в основном на 80% состоит из средств, отпускаемых на заработную плату специалистов. И таким образом, если мы этих специалистов, которые сегодня заняты в психиатрическом стационаре, переведем, скажем, вновь образующиеся подразделения в небольничные, то таким образом мы можем сохранить этот бюджет. Сокращение коек и времени содержания больных не только экономически выгодно, но и полезно для здоровья. Чем дольше больной находится в больничных условиях, тем сложнее ему приспособиться к обычной жизни вне медицинского учреждения. Он теряет многие социальные навыки. Сегодня люди намного чаще обращаются за психологической помощью, говорит академик Российской Академии Медицинских Наук Татьяна Дмитриева. Здесь нужно обязательно уделять должное внимание профилактике, а в Карелии нет круглосуточного телефона доверия, и это большое упущение. Человек, оказавшийся перед выбором между жизнью и смертью, должен иметь возможность, что называется, на последний шанс переговорить с тем человеком, который, возможно, повернет вспять все те решения негативные, которые были этим человеком приняты. Особенно важно, чтобы это все появилось, появился диалог, причем круглые сутки, подчеркиваю, тогда, когда в страну приходит и пришел уже, по сути, экономический мировой кризис. Подобную линию нужно создать и для детей, как в Петербурге, подсказала академик. Стресс и тревога, страх – это сегодня касается всех и каждого. И все же экономический кризис – явление временное, а часто надуманное самими людьми, говорит академик. Подобные вещи нужно воспринимать более философски. Тогда и здоровью каждого человека, в частности, урон меньший, и национальная идея сбережения народа, о которой говорилось на протяжении всей конференции, станет более достижимой. БОШ в помощь! Теперь в магазине БАТИ профессиональный инструмент БОШ можно взять на прокат. БОШ от БАТИ. Уверенность в отличном результате. Выборы главы Петрозаводского округа. Уважаемые избиратели, если вы не сможете проголосовать 5 июля 2009 года, вам предоставляется право досрочного голосования с 19 по 30 июня 2009 года в избирательной комиссии Петрозаводского городского округа. Проспект Ленина 2, кабинет 202. Скутер – это круто! Мототехника от лучших мировых производителей. Мотоциклы, велосипеды, квадроциклы и, конечно, скутеры. Новые ИБУ. Полный спектр запчастей и аксессуаров в наличии и под заказ. Магазин «Скутер» на заводской. Скутер – это круто! Рекламное агентство «Прома». Движение к известности. Прогноз погоды представляет рекламное агентство «Прома». Движение к известности. Рекламное агентство «Прома». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Курс валют. Доллар США 31 рубль 24 копейки. Евро 43 рубля 32 копейки. Полезная информация бесценна. Смотрите Неку Плюс и будьте в курсе, господа.